Молодой человек с жалобами над тяжесть и затруднение дыхания, слабость при физической нагрузке, решил самостоятельно обследоваться, начав с КТ органов грудной клетки. При проведении мультиспиральной рентгеновской компьютерной томографии были получены следующие результаты. Область исследования органов грудной клетки. Контрастное усиление не проводилось. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки, визуализируются множественные очаги до 1 мм в S3 правого легкого на участке размером 37х37 мм, аналогичные очаги в S3 левого легкого по всему объему сегмента. Легкие расправлены, пневматизация легочной ткани сохранена. Ход и проходимость трахеи главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено, новое образование в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы увеличены, обычной формой и структуры. Пара трахеоханилины до 16 мм, артопульмональные до 14 мм, бронхопульмональных групп до 10 мм. Также визуализируются очаги в области бифуркации с бусуп сегментарных бронхов с обеих сторон размером 4-7 мм и по ходу междолевой плевы увеличенные внутрилегочные лимфоузлы. Жидкость в плевральных полостях не выявлено, костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Сердце аорты без особенностей, диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы, подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Заключение. КТ-картина очагового поражения обоих легких на фоне выраженной лимфоденопатии средостения, характерна для саркоитоза-2, рекомендована консультация фтизиатра. Диагноз поставлен благодаря хорошему знанию лучевой семиотики схожих заболеваний и высокому качеству полученной визуальной диагностической информации. Консультация фтизиатра нужна для исключения специфического поражения легких и подтверждения диагноза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова